здравствуйте приветствую вас на своем сайте и сегодня мы в гостях у моей приятельницы хорошей натальи виклине викторовны и мы хотим сделать экскурсию по ее красивому очень красивому саду так в этом саду она сама дизайнер сама руководитель этого сада и садовод и дизайнер в общем все в одном флаконе будем показывать ее очень красивый сад вот наталья викторовна как долго вышли вот к этой красоте в начале вы расскажите пожалуйста к этой красоте шла ну вот саду этому лет 8 наверное первые два года здесь очень заброшенный сад был мне достался по наследству заброшенный очень но потом взяла в руки и вот начала сначала одно дело не нравилось он другое здесь переделала я наверное раза три-четыре и вот сейчас остановилась на этом как она есть так она есть то что нравится это цветы у меня больше цветов чем таких насаждений ну самое главное конечно есть вот то что там морковка картошка все такое основное все цветы ну каплю своего слова я должна сказать не думаю что наталья викторовна становится на этом а я думаю что она будет его переделывать она потому что каждый год что-то усовершенствует и вот давайте мы пройдемся по ее саду и посмотрим что у нее растет откуда начнем сначала давайте сначала но этот у меня въезд для машины я делала то же самое вот эти брусочки все возила здесь у меня вот лилейники очень красиво цветут это вот уже разрослись уже им много лет здесь в этом году просто посадила для красоты пятно чтобы было вот это вот циния и цене это однолетки до однолетки ну вот в этом году тоже попробуем а галетки это вместо лаванды она у нас плохо растет ее надо укрывать это лавандины но вот где-то прижились где-то нет но вот хочу потом в кучку это все сделать красоту на следующий год это как бордюр будет правильно сказала галина что на следующий год еще лучше будет окно это у меня в территории роз здесь у меня получается вот пять роз вот такие я в этом году попробовала все это скомбинировать это у меня вот здесь и львиный зев и гипсофилы и все вот эти цветы которые сочетают с розами когда розы цветут конечно они очень выделяются сейчас вот они отцвели кое-какие а так они вот очень даже такое пятно красивое хочу еще сказать что уже конец августа да уже все отцветает много вернее отцвело там вот у меня и жимолость и это самое жимолость здесь вот барбарисы пошли бордовые барбарисы а вот расскажите про вот эти красивые цветы что это это портулак это вы знаете он считается как сорняк но он очень красивый мне нравится он вот сам отсеивается и сам растет и заполоняет вот эту всю хочу территорию что вот как знаете как маленькие розочки мне это многолетники да он однолетник и он считается как самосев самосев сапается и сам сходит на следующий год будет семена очень мелкие да семена очень мелкие да их не собрать там вот вдоль малины и астра я посадила чтобы уж как-то красивее было осенью да осень без астр не бывает радодон трон растет еще не видела что это такое сама не знаю но вот красивый конечно был в интернете смотрела вот маленький кустик стоит надо еще не цвел даже не а вот это что белые ну это господи как называть это и забыла даже сейчас вспомню скажу гортензия 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 маленькая тоже они бывают шаровидные а это вот такая конусовидная как она самый сорт такой а это что за желтый цвет это львиный цвет да тоже но он однолетник я его рассады рассаживаю везде он разным видите там бордовый есть желтый и белый всякий замечательно барбарис желтый но маленький такой растет барбарис бордовый высокий а этот желтый тоже как пятно там у меня а вот эти вот синенькие цветы это у нас что котовник 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 он тоже первый год посадил тоже многолетний хочу вот его тоже как-то рассадить чтобы два куста таких красивых было вот в этом году первый раз из семян выросил тысячелистник тоже очень нравится в желтый он там он бордовый а можно вот так вот пройти конечно чтоб конкретно показать вот этот тысячелистник вот он желтый это вот у нас курильский чай еще бывает желтый но у натальи викторовна он розовый и вот этот тысячелистник вот посмотрите какой великолепный великолепнейший цвет великолепнейший название кровавая мэрии что ли вот этот вот вот не помню сейчас но название честно никогда не запоминаю мне вот это вообще не нравится я сажаю а название я даже вот не запоминаю натальи викторовна давайте вот с этой стороны вот про вот эти роскошные роскошные гортензия тоже гортензия я сгорю бывает шаровидная а это вот конусообразная такая вот она осенью будет вообще бордовая бордовая все очень-очень красивые лая а потом меняет меняет цвет и очень замечательно здесь вот дальше тоже опять у меня розарий здесь вот тоже розы но сейчас вот не видно вот этот вот отцвели сейчас начинает бутоны желтые будет вот красные розы здесь спирея вот этого спирея бордовая была а вот эта спирея белый куст это очень рано цветет белый весь стоит прям знаете как снег а это потом когда цветает начинается до бордовая спирея это жимолость самой первой ягоды которые начинают в саду это жимолость замечательно здесь вот тоже вот это тоже вот неплохой цветок но как он называть богат невеста или мало чай он сам тоже осыпается и всходит его даже сажать не надо прекрасно а вот это что за зеленые такие красивые большие листья зеленые красивые листья не помню как называются но они должны цвести почему-то в этом году даже листья то красиво может быть они двухлетки надо все-таки прочитать посмотреть точно это что это такое но очень красивые были в интернете я посадил рассады и вот мы продолжаем свое путешествие по ее саду и вот посмотрите многолетняя это у нас что это туя будет два с половиной метров это шаровидная или же как это просто туя это просто туя высокой она стрижется да так же можно и это вот почвопокровная по-видимому ель да сибирская ель будет такая вот маленькая остается я хочу сюда участок сделать как хвойные тоже какие-то елочки посадить такие тоже что-то здесь делать это это на перспективу это вот такая вот красивая трава типа что-то а соки она очень такая агрессивная поэтому ее постоянно надо ну за ней смотреть надо чтобы она сильно не разрасталась ну красиво просто как трава красиво смотрится тоже а вот сейчас мы подходим к участку где у нас растут циния очень мне эти цветы нравится но их выращивают как правило это не многолетки однолетники и выращивают их из семян но говорят тоже вот она вот где вот она растет цене говорят осыпается и тоже сходу я не пробовала в этом году хочу ее оставить чтобы она сыпалась если на следующий год зайдет то значит она сама будет уже расти здесь замечательно здесь вот были царские куды здесь вот лилии все были вот так вот сейчас уже а там целый ряд были тюльпаны у меня даже если вот мы не видели не лилии и не царских этих кудырей и не тюльпанов то вот посмотрите какие великолепные просто циния прям великолепные вот тоже здесь многолетние цветы вот эти тоже очень красивые такое это дают вот цвет именно вот это пятно такое красивое то здесь смородина и крыжовник как-то эти цвели уже вот пионы и поэтому вот эти вот цветы здесь очень красиво конечно водосбор вот на следующий год будет свести тоже очень красиво мне нравится а вот это лен это голубой лен весной все голубое самое главное он знаете как вот он до 12 где-то цветет вот эти цветки опадают на следующий новые цветы если погода пасмурная он весь день цветет если жарко только до 12 бесконечное цветение называется да вот семена дают сам осыпается и опять так же всходит прекрасно прекрасно а вот на территорию хост нравится хост и вот у меня здесь их очень много в этом году еще посадила сюда вот такие вот расходила вот они туда посадила но здесь вот я делала плела из ивы вот такой круг у меня здесь всегда настурция растет мне как-то нравится она вот здесь она теневая она на солнце растет но здесь как-то в этом кругу она очень красиво смотрится красиво и очень хорошо цветет бадан бадан мне нравится он постоянно с весны и до самой осени он вот такой зеленый вот листья листья баданов и потом выбрасывает на цветонос да и цветет розовыми цветами в этом году вот сюда посадила стильбу вот это многолетники вот это стильба очень замечательный цветок очень хорошо цветет очень хорошо пахнет а там я поняла мята мята да а стильба вот двух цветов светлая и розовая она у меня что-то как-то неудачно я не могу я туда посажу туда посажу вот сюда посадила думаю может быть дай бог примется и это у нас тоже уголок хост это тоже хост и тоже хост и вот так вот теневые потому что участок как-то ничего там не растет поэтому хост и хост и любят тень тень да они не любят все время на солнце быть бегония такая красивая какая шикарная вот это бегония прям в горшочках замечательно холодно будет я домой заберу она еще на подоконнике не цвести а что это за цветочки голубенькие да очень красивая но у меня везде была почему-то там как-то немножко пропала здесь вот она еще цветет замечательно здесь вот у меня и я вот там вот вижу вдалеке такое шикарное шикарное место шикарную клумбу хвойников вот давай давайте посмотрим маленький прямо такими кустиками вот эти шаровидная туя вот прямо вот такими вот маленькими сажала а это казацкий можжевельник тот казацкий а этот нет тот самый большой можжевельник а это вот он разрастает но я его уже стригу постоянно вот так вот эти можжевельники их можно стричь и если хотите чтобы они разрослись они будут разрастаться не хотите значит стригите да очень такие вот да вот эти камни постоянно двигают от двигая я уже устала двигать их но очень очень красивое красивое место это прямо вот место хвойников да очки можно посидеть отдохнуть вот это мне очень нравится это цветы как-то гвоздичка на она вот вся весной розовые маленькие гвоздички это как почву покровника но очень красиво цветет замечательно это это что-то прям вот посадила розу думаю среди зелени пятно какое-то красное будет тоже красиво прекрасно прекрасно давайте еще пройдем вот тут еще одна клумба это у нас георгина я так поняла да это замечательно вот мята очень в георгинах или георгина в мяте очень хорошо смотрится прям хорошо и очень участок был здесь были большие вишни они у меня подсохли я их спилила вот одну посадила сейчас еще продолжаем экскурсию по очень красивому саду натальи викторовны и идем дальше идем просто дальше идем смотрим насколько красиво это все великолепно я даже с павловки помню привозила у нас павловское водохранилище вот оттуда мы даже возили вот эти камни и и вот это что такое это тоже георгин с очень да с очень с очень интересным цветом это прям какие-то черные даже листья да вот я думаю что осенью они если будут стоять до какого-то времени они просто как украшение до первого мороза но как украшение сада до морозов вот этот вот лук лизун как-то называют его что ли вот что такое вот он его весной можно кушать он вкус лука чеснока вот он цветет а весной его можно срезать на салаты прекрасно вот видите сад где цветы которые можно кушать в таком виде я сделала грядочки вот это морковь кому-то не нравится то что засыпано но мне нравится то что дождь пройдет любой грядки подошел осенью когда грязно тоже можно грядочка обработать и посадить так же все поэтому мне очень нравится то что вот так оно сделано здесь просто когда идешь даже осенью когда здесь дождь здесь сухо не сухо а здесь я чисто так скажем можно в туфлях пройти потому что вот вишня если она будет действительно не будет потому что вишни то на тень дает вишни сливы посажу это васильки да да васильки тоже из семян вырастила посмотрела но они однолетники но это тоже самосевом насыпятся и тоже будет будут они до вход будут сходить это маленькая детская площадочка маленькая детская площадка идемте посмотрим великолепная когда внуки приходят тоже сидят можно посидеть да и чай попить здесь можно посидеть можно все сошь сама делала вот это все с детьми украшал со своими взрослыми детьми и сзади вот на это пробки зверюш пробки до пробки красивые от всего вот здесь вот там же здесь вот сама дело вот этих вот животных жираф и зебра у меня здесь грибочки растут за такие старелы да замечательно а вот сзади наталья викторовна это у нас гладиолусы да вот желтые белые оранжевые махровые были вот это у меня часто тоже розы я в этом году посадила золушка посадила 5 розовых кустов вот этот колодец тоже вашими же руками сделан камни возила с речки на цемент сажала камушки вот такой красивый колодец получился да очень 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 красиво и очень замечательно а вот давайте посмотрим что вот это за шаровидные такие желтые цветы бархатские только их называют шафраны это тоже бархат бархат всегда только шафраны называют шафран бархат бывает розы оранжевые и желтые у меня получилось почему-то в этом году весь уголок желтый желтый до золотой шар бархат со шафраны лето лето любит желтый цвет поэтому вот а стоять они очень да стоят они очень долго и будут еще по осени вас радовать да вот здесь вот рядом капуста стоит тоже небольшая небольшая а какой сорт капусты капуста слава слава капусти капусти слава да ягод и вот у меня здесь вот грядки с ягодками он до сих пор ягоды есть это вот которые ремонтантная вот эта грядка замечательно до самого октября ягодки в этом году очень много ягод было но посадила новые где крупные выбрала прекрасно молодцом так что не отцветают конечно селекционер у нас вот присутствует сад а вот я еще вижу участок картошки но замечательно молодую картошку поесть нужно там вот жасмин растет вот цветет тоже красиво очень белыми цветами жасминовый кустик да 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 большой его надо пересаживать на другое место чтобы он это самое свел здесь вот тоже ромашка посадила крупный в этом году пересадила только весной думаю чтобы здесь покрасивее как-то было а давайте пройдем дальше посмотрим что еще интересного здесь вот у меня вот я шишки привезла все засыпала шишками это просто для красоты шишки у меня шишки для красоты ельники набирала здесь у меня октябрин растет астромаголит как октябрины они синие бордовые октябрины это будут в октябре цвести да вот они сейчас скоро начнут это вот зимняя зимняя астры до сама по цвету хоть даже цветами а это у нас анютина глазки да ильвеолы анютина глазки здесь вот тоже был этот самый голубой лен голубой я его уже срезала здесь вот тоже новые цветочки уже рассадила замечательно в этом саду работа не не прекращается здесь все что-то улучшается все переделывается аспарагусы красивые две буквально симметричные вот там у нас георгины черный будет да все собрали по зимой без редьки нельзя поэтому осень ангина наши влечицы цветы очень красивые они наподобие вот этих вот здесь они какие-то розовенькие а это прям вот ярко-ярко малиновые они тоже как ежики почва покровники прям такие вырастают невысокими такие бордовые красивые тоже мне цветочки были я вот все как-то вроде бы сначала камнями засыпала вроде как-то много я начала немножко расширять вот все все какой-то салат оставила один специально посмотреть как он цветет там не только цветет как украшение цветет желтыми цветами мне нравится я его оставила замечательно вот мы подошли к тому месту откуда мы начинали и вот мои аплодисменты буквально вот наташи потому что сад очень красивый не знаю передали мы или не передали красоту ее сада но мне кажется что мы передали красоту сада большое спасибо за экскурсию по вашему саду и мы придем еще и на следующий год посмотреть на вашу красоту что здесь поменялось до чего добавили чего убрали надеемся что такая же красота будет и в том году но мы уже придем в начале лета не в конце когда будут цвести ваши красивые розы вот розы пионы 25 штук по всему саду когда они начинают вести это это что-то это не передать красоту конечно пионы это да ну а теперь мы прощаемся с вами ставьте лайки все хорошего до свидания и всего хорошего